Всем доброго времени суток! Сегодня 20 января и мы решили провести для вас небольшую экскурсию по городу Рикьявику, по центру города Рикьявика, так что оставайтесь с нами! Как я уже говорил, наша дорога с дома до центра это 3,5 километра, но на пути много чего интересного К примеру, вот сейчас мы проходим мимо стадиона местного, даже можно это назвать ареной, где проходят всякие там соревнования, чемпионаты по футболу А еще в Исландии, в Рикьявике есть бассейны, повсюду они очень любят бассейны, и которым цена всего лишь 400 крон Это 2,80 евро, и это считается очень дешево по сравнению со всем другим, потому что 400 крон также стоит проезд на автобусе в одну сторону Насчет автобуса, в одну сторону, как мы уже сказали, 400 крон, в обе стороны 700, так что выгоднее, если вы остаетесь здесь на новое время, будет купить проездной в месяц Это стоит 11 тысяч крон Или 77 евро Это огромная экономия, и вы можете кататься с двух годами Вот, а внутри, короче, центральная станция выглядит очень страшно А теперь немного истории Ровно 30 лет назад, вот в этом здании, которое вы видите за мной, была супер встреча между генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым и Рональдом Реганом, президентом США Они, короче, встречались вот в этом здании, обсуждали про ядерное оружие, что надо сократить, что это очень плохо для жизни, что люди массово погибают И они тут пробыли 2 дня, это очень большое событие, все туристы приезжают и смотрят, что они тут были Но в итоге они пробыли тут 2 дня и ничего не решили Через год только они все же решили, так что можно сказать, что вот эта их встреча, из нее последовало прекращение холодной войны Та-дам! История вместе с Сашей и Русланом Брюкявики полным-полно различных художников, музыкантов и людей искусства Поэтому в старом городе многие стены и домов разукрашены различными стандартами, различными рисунками, красками и вот так И некоторые даже очень-очень-очень красивые Вот мы пришли уже в центр Рикявика, центральная улица и тут много всяких разных кофьюшек, пабов, ресторанов Вот например, один из интересных, который понравился лично мне, это вот Чак Норрис Гри Для любителей Coen Brothers и фильма Большой Любовский Здесь есть фаб, который назван в честь этого фильма, Биг Липовский Там очень прикольно, кстати, мне довольно-таки нравится Но меня туда не взяли на работу, поэтому мне не нравится Да, тут очень много людей тусят, особенно когда ты ночью здесь ходишь Постоянно вот здесь вот больше всего сборишь людей, видимо он очень популярный даже для местных жителей Они тут тусят, приходишь попить пиво Такое, как если для Липовских ребят кто смотрит, типа как Фонтейн Или как раньше был этот самый рок-кафе, как рок-кафе, что-то подобное Там еще и покушать можно неплохо, и персонал такой очень дружелюбный На работу меня не взяли Вы нигде не взяли Слушай, я работаю Я работаю, покажу с этим спокойно То есть, если вы потеряете перчатку или варежку, вы приходите сюда и смотрите, если кто-то нашел или нет Нахуя Это вы видите, она мне в глаз дала У меня слезы пошли Всегда хватит влага Ты мне влепалец в глаз, хуя Christmas shop Он открыт круглый год И там продается все для Рождества И почту туда можно посылать круглый год Санта Клаусу Здесь в реке он выглядит вот так вот Там почта, видите, круглый год работает Там целый-целый год крутится рождественская музыка и я вообще не могу представить, как можно там работать целый год, слушая это jingle bell, jingle bell и все остальное Меня тошнило бы уже Если там зачать ребенка, оттуда родится Дед Мороз Ха-ха-ха Мое личное мнение о Исландии Все прикольно, нравится, красота такая, знаете, очень агрессивная Но мне не нравится погода Мне холодно И кожа у меня не реагирует адекватно на всякие ветра и все остальное Я любитель более теплого клипса Вот так Засними Subway Кстати, я вспомнил Вот видите, в реке по всей Исландии есть Subway, KFC и Dunkin' Donuts Но с 2009 года они закрыли все Макдональдс, Бургер Кинги, ну короче все бургеры У них нет таких фастфудов Вот Сейчас мы зайдем в один туристический магазин Наш любимый туристический магазин Да, мы забыли уже три раза Каждый раз, когда мы приходим на работу чуть раньше, мы заходим в этот магазин Просто чтобы, ну, не тратить время Чтобы согреться И сейчас мы вам покажем, что там есть, короче, что в Исландии Что продают? Они продают свое мыло, свой чай и свои яйца Яйца? Да, исландцы любят продавать свои яйца Ну а Саша, давай ты будешь держать, я стесняюсь Заходим Ну ты не так активно-то Вот, короче, это магнитики, кошелечки Говно Вы, кстати, заметили, что Исландцы это тупики У них типа... Но они сейчас все улетели, зимой их нет Все в тупиках Вон исландские чаи Исландская соль Исландское яйцо, помните я говорил? Вот Вот про свитера Вот свитера Это типа их национальные штуки 26 тысяч Да Ну вот такие вот Более сейчас покажу Национальные одежды Вот национальные Национальный свитер Вот типа Такого Чего-то Разные цвета Очень, кстати, тепло Ах, это прикольные Это я бы носила, наверное Не знаю Пошли я трусы покажу Смотрите Девчонки Ми-ми-ми Смотрите, мальчишки Ми-ми-ми Ми-ми-ми-ми Смотрите, мальчишки Ми-ми-ми-ми Кому ты предлагаешь? А вот Секрет Вот у них есть мыло Я сначала не знал, что значит Аврора Бореалис Я думал, что группа Аврора Бореалис Но оказывается это просто Северное сияние Что я? Верегинься Пойдем еще Ты снимай меня А? Пойдем Различные тролли Гоблины И эльфы Исламская тематика тоже Они очень любят этого Повсюду у них разное В общем так вот А вот Яйца в молоденце Исландских Сейчас мы проходим мимо центральной площади города Рахиавика Она удивительная, что Она не похожа Даже когда мы были в Таллине Нет, Вильнюсе Вильнюсе Было по-другому Тут очень много деревьев Это считается центральной площадью Но она как бы не площадь Тут много деревьев Вот А вы знали, что в Исландии практически не растут деревья? Но их очень-очень мало Потому что первые исландцы Викинги Которые поселились на этих землях Они повырубали все леса А так как почва вулканическая И все медленно растет То что... Я как рассказывала В общем А потом Деревья А потом Видишь, что я эти раздела из-за того, что ты меня так забила Деревья потом... Очень... Я не могу уже Я хотела просто спросить, почему в Исландии так мало деревьев И нету так парков таких, как у нас Потому что на этой почве очень медленно все растет Вот и все Мы с Сашей проголодались Сейчас мы как раз подходим к одному местечку Про которое Рассказано на всех страницах туристических Типа про рекьявик И везде сказано Короче, это хот-доги Местные хот-доги рекьявика Очень популярные Для туристов И надо брать типа Big one with all Так было написано Мы еще не пробовали Так что сейчас попробуем И тут стройка Сейчас пробуем Сейчас будем пробовать И скажем Стоит ли их кушать Или нет Или да Смотрим, есть люди? Блять, он закрыт? Прикиньте, а сегодня... Сегодня вообще людей нет Нам повезло, не надо стоять ворки Мы же не надо ничего говорить Он верю, что вам хот-дог совсем Port я все беру блять Выглядит на самом деле какие-то... Давай, Саша. Приятного аппетита. Причем он дешевый, 400 крон. Не знаю, это потому что я голодная или потому что он действительно вкусный, но... Я вкусная. Ладно, приятного аппетита. Какие люди пришли. Какой голодный. Это очень вкусно. Очень вкусно. Ммм, вкусно. Сейчас мы находимся в концертном зале Гордерикявик Харпа, который был построен в 2011 году. На его строение ушло около 140 миллионов евро. Это большая сумма. По моему мнению, он очень похож на наш Лепайский концертный зал Дзинтерс. Что там соты, что здесь соты. Какие-то пчелиные такие гнездушки повсюду. Только если на наш Лепайский было потрачено около 40 миллионов, то тут 140. Понимайте масштабы этого строения и разница. Изначально это строение было предназначено под такой маленький городок. Гостиничный городок. Здесь должно было находиться 400 номеров отеля. Плюс всякие магазинчики, ресторанчики, забегаловки, парикмахерские. Но после кризиса в 2008 году деньги у, по-моему, это были датские датчане. Тут это все начинали. У них, видимо, закончились деньги. И все. Это чуть переостановилось. И потом правительство Рикявика в Усландии забрало это заведение себе. Заведение тогда еще не было. Это было просто строительство какое-то. В общем, забрало это себе. И в итоге здесь концертный зал. Большой концертный зал. Точнее, тут четыре концертных зала. Это даже, можно сказать, такое как арена, где происходят различные концерты, стендапы, симфонические какие-то выступления. Здесь даже происходил балет петербургский. Щелкунчик, насколько я помню. И Лебединое озеро. Лично нам это помещение нравится тем, что тут можно просто посидеть, отдохнуть. Здесь прикольный вид. Тут спокойно, тихо, уютно. Многие люди творчества, художники. Вот сейчас мы поднимались сюда. Художники сидели просто, тихо рисовали. Как вы видите, уже за окном темнеет. Поэтому мы сейчас тут чуть посидим. Попьем. Саша попьет кофейку. И пойдем домой. Поэтому сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы вам показали, можно сказать, такую малую часть города Рикиявика. Такое основное. Это даунтаун. Харпа. Хальгеримскирки. И какая-то отсебячина немного. Но постарались засунуть самое важное. Так что надеюсь, вам это понравилось. И оставайтесь с нами. Будем путешествовать дальше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова